Сегодня мы вам продемонстрируем некоторые методы самообороны, используемые в направлении жидкости. В данный момент ребята используют методы самообороны, методы тренирования болевых воздействий на суставы различного уровня, как болевые на кисти, на пальцы, на локти, на плечи и так далее. В сегодняшней программе мы рассмотрим некоторые методы самообороны, как тренировать их в зале и как их использовать на улице. В данном случае вы наблюдаете за использованием техники болевых приемов. Дальше мы по программе продемонстрируем методы бросков, методы удушивания, методы освобождения и другие различные методы, которые существуют в направлении жио-жио-жио. Жио-жио – очень дифференцированный вид, в нем используется достаточно много различных методов самообороны. Эти методы могут использовать как дети, так и женщины, взрослые люди, пожилом возрасте. Некоторые методы не требуют довольно большого применения силы. А сейчас ребята демонстрируют, как используются на тренировке броски через бедро, броски через плечо. Обычные стандартные стойки и выполнение базовых технических действий. В данном случае мы вам продемонстрируем, как использовать те предыдущие, то, что вы видели в прошлом фрагменте, технические действия броски, как применяются против двух соперников в реальной ситуации на улице. В данном случае ребята демонстрируют медленно использование данного технического действия, бросок через бедро с использованием удара. И сейчас они продемонстрируют, как это используется быстро. Сейчас мы продемонстрируем второй вариант с использованием броска через плечо в данной ситуации. Опять же ребята демонстрируют медленное выполнение техники. Сейчас мы продемонстрируем, как используются методы самобороны против двух, когда это используют девочки. Болевое воздействие на палец. Дальше мы используем ударные методы техники. Опять же бросок через бедро с использованием различных методов добивания. Сейчас он продемонстрирует точно те же варианты техники использования бросков ребята, которые младше возраста. В данном случае от атаки бокового удара в голову ребята выполняют медленное техническое действие. Сейчас они продемонстрируют точно так же быстро. В данном случае сейчас младшие ребята продемонстрируют технику освобождения от захвата. Эта техника дает возможность отработать правильные выведения из равновесия и выдергивания от захвата рук противника. Естественно с последующими в дальнейшем использованием бросков, болевых воздействий, ударов и тому подобное. Эти методы дают возможность правильно изучить абитуриенту, как использовать силу противника, как использовать его позицию, как нарушить его позицию, как правильно его вывести из равновесия и естественно освободиться от его атаки. В данном случае захвата. Значит сейчас ребята продемонстрируют три разных варианта использования освобождения от захвата и дальнейших действий после него. Первый вариант мы используем без атаки, когда нас захватывают, нам нужно просто освободиться и как бы не провоцировать атаку противника. Второе, когда противник ведет себя достаточно активно, нам нужно остановить атаку с помощью удара в жизненно важной части тела. И третий вариант мы используем связывание, когда нам нужно противника задержать. При этом не используя ударной техники, чтобы не повредить противника, потому что существуют разные ситуации, в которых нельзя наносить удар. В данной технике сейчас ребята продемонстрируют самооборону против трех соперников с использованием болевых удушающих, бросков, ударных техник. Сейчас используется метод удержания противника, использование их массы тела против их самих. В данном случае ребята продемонстрируют освобождение и использование различных методов воздействия на болевые точки, ущемление, защипы и так далее. В реальной ситуации как можно использовать это без особого труда и большого напряжения. Эти методы могут использовать люди разного возраста, разного пола. Достаточно просто и легко. Редактор субтитров А.Семкин